здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня я вам расскажу как я вязала вот этот вот берет кто опытные девчонки все поймут я нарисовала схему рассказывать буду по схеме и вот по моему изделию еще она не сшит и так начну с пряжи пряжа которую я заказывала с алиэкспресс она похожа на кид мохер ссылку я оставлю под видео вы можете посмотреть смотала я восемь сложений я пробовала 6 и как как берет он сильно такой хлипкий получается я добавила две две нити и вот как бы из восьми нити я вязала вязка жемчужный узор все мы знаем что такое жемчужный узор особенно те девчонки которые опытные плотность плотность вязания 10 сантиметрах 22 это так я чтобы проверить вот эти вот части до чтобы у вас получилось по итогу как бы такой размер по сути размер под потом я все объясню как его скорректировать вот для начала вы перепроверьте вот жемчужный узор вы можете взять какую-то другую пряжу просто перепроверки по плотности дан на образце так это поперечное вязание начинаем мы с того что видите на дополнительную спицу я набрала 60 петель и вяжем жемчужным узором при этом вот смотрите у нас вот такие вот видите вот здесь буквально сначала у меня незаконченные ряды их плохо видно ну вот по схеме виднее значит что я делала я набрала 60 петель далее я в первую очередь разделила все маркером и потому что действительно жемчужные узоры такая пряжа она все все теряется я не пойму где я начала где закончила и между прочим три раз начинала и и распускала я все не могла попасть тот размер чтобы был действительно берет да и он сидел как берет у меня то большое то маленькое получалось поэтому и говорю что это длина не для новичков потому что я не знаю как его скорректировать потом мне понадобилось пару дней чтобы это дать в нужную как бы в нужный размер и уместите эти косы и и клиник линия и вот это все в общем вот отделила сначала вот эту ровная у меня планка 6 петель далее вот скос здесь незаконченные ряды вот они 6 петель далее 30 петель идет идет на косу и 18 петель на вот эти клинья здесь для беретов вот и вяжем мы то есть отсюда сюда нас вот такими вот клиньями сначала мы вяжем все жемчужным узором делая здесь незаконченные ряды по одной петле 17 раз но то есть всего у нас 17 ряд раз вот мы вяжем 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 это наше вязание 8 рядов при этом уже 4 здесь у нас уже незаконченные петли вот и в девятом ряду мы делаем косу переброс справа налево сейчас я буду вам показывать вот она первый переброс переброс в девятом ряду вот оно все все вязание жемчужный узор я просто пыталась вот эту вот этот вот берете повторить при этом вот эти вот 17 незаконченных ряду у нас идут на протяжении всего рапорта то есть как только они закончил лица закончился рапорта здесь автоматически у нас идет минус одна петля минус 1 незаконченный ряд здесь же вот значит мы вяжем вяжем в девятом ряду мы сделали первый переброс и продолжаем вязать вот когда я определялась именно по вот этой вот стороне когда у меня здесь уже 11 незаконченных как бы петель то есть это 22 ряда по сути да мы это я вам расскажу как я определялась вот когда я вижу что у меня здесь 11 уже незаконченных петель я начинаю сделать здесь то есть шесть петель я у меня остаются вне работы а вот здесь вот я начинаю делать незаконченные ряды я надеюсь я вам понятно объясняю потому что я и сама в этом потом путалась поначалу сейчас уже понимать то есть мы вяжем делаем с левой стороны незаконченные ряды девятом ряду делаем переброс когда вот я просто говорю так как я определяла вот когда у меня с этой стороны вот со стороны вот этой вот я уже сделала у меня видно там 11 незаконченных рядов 11 именно в одиннадцатом не 11 и в двенадцатом один именно в одиннадцатом ряду я начинаю вот когда я иду вот этот ряд и у меня здесь минус 11 вот в изнаночном я уже провязала сюда и уже оставила одну петлю это значит что вот эту часть я уже не вижу и иду и делаю вот эти вот как бы одновременно здесь и здесь вот теперь мы вяжем дальше как бы и оставляем незаконченные вяжем только центральную часть и оставляем незаконченными по одной петле здесь и здесь одновременно сужаясь к косе так и здесь вот когда у нас здесь ряд 14 ряд у нас 27 вот здесь девятом а здесь двадцать седьмом ряду но незаконченных рядов у нас уже 14 как бы 14 незаконченная петля вот когда у нас четырнадцатая петля здесь убирается мы делаем второй переброс это ну это нужно для того чтобы коса у нас была как бы клинилась вот в этот раппорт два переброса справа налево слева направо вот и все делаем второй переброс и довязываем до того момента пока у нас на спицах не останутся одна кромочная отсюда вот 30 петель косы и когда осталось 30 петель мы просто уже соединяем как бы в лицевом ряду вот эти вот петли и в изнаночном ряду эти соединяем и довязываем до конца значит так петли незаконченные ряды я делала с дополнительной воздушной петлей чтобы не было дырки вот ну и всего я провязала их 9 опять вот как бы по вот этим вот крыльям вы можете определить вы уже меряете по себе вы их вяжите то ли 8 то ли 9 либо 10 смотря какая у вас у меня это 52 сантиметра какой-то на плотность облегания то есть у меня это 9 петель вот 9 раппортов вот она моя схема девчонки всего длина переконтролируйте минимально 22 сантиметра может быть чуть побольше плотность и там 23-24 это не страшно оно нормально как раз и и 36 петель в высоту вот ну по сути все значит сейчас я удалю вот эту вот нить и крючком сошью потому что иглой не вижу девчонки вы же можете иглой чтобы у вас все было совсем уж красиво вот и не знаю как я я скорее всего постирать я не знаю вы имели у у вас есть опыт работы с этой пряжей я хочу ее постирать и кондиционером для волос сполоснуть то есть постирать шампунькой и кондиционером сполоснуть посмотрю что будет вам покажу стирала я разложила я ее сушила буду это видели и в разложенном виде и на манекене и по всякому что хочу сказать теряет вот объем вот эта коса вот она такая с плюс ну конечно в оригинале она объемная хотя неизвестно как фотографируются эти оригиналы да и как она на самом деле фотография и вещь это две разные вещи как мы знаем вот не знаю может быть может быть сюда для объема вставить ваты как думаете вот напишите чтобы вы сделали с этой косой да вот смотрите я палец туда продела чтобы она вот была по итогу вот такая вот объемная чтобы в берете она держалась вот видите когда я просунула по это вот эти вот катышки ваты нами я не знаю напишите девчонки вы может общими усилиями вот мы и придем какому-то вот вот все вроде бы и хорошо кроме вот этих вот моментов да как сделать так чтобы она держала вот именно валиками такими ну вот кроме как туда чего-то напихать у меня на другой идея не приходит потому что в любом случае она потом приплюснется вот а сам билет очень даже симпатичный и пряжа мне понравилась она не пушистая как махер ушло у меня 95 граммов на этот берет ну в принципе все а вот что хотела сшила крючком вот по сути наверное девчонки и все а еще может быть промерить вам вам после стирки по сути в длину вот смотрите в длину мы остались там где мы были 22 сантиметра а ширину я уж не помню сколько видео сравниваю вы помните 52 сантиметра вот я думаю ничего не изменилось пряжа осталась там где она началась единственное видите вот приплюснулись эти косички не такая она объемная хотя с другой стороны я делала на себя не буду позориться не буду вам показывать но если бы они были объемными мне кажется если бы они были объемными более объемными мне кажется не очень бы хорошо смотрелось это уже судить вам пишите в комментариях ваше мнение с удовольствием почитаю вот как 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 поступить с этими косами вот на сегодня девчонки все с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока